Расчет на какой-то расчетной мощности, ну грубо говоря, она может быть нотой, как и сети, да, реальный расчет, там, CPU, GPU, и за этот расчет, ну, начинается через смарт-контакт, там, что-то, как-то, условно говоря. Ну, сейчас есть такие проекты, там, Olin, Exec, например, которые, ну, декларируют, что теоретически возможно. Вот, в принципе, наверное, там, их будут ноты, на которых можно было бы тоже такие криплеты помешать. А что бы они сделали с этими криплетами? Ну, это, как бы, то же самое, что облако, только распределенно, с определенным блокчейном. А какую функцию, то есть криплет выполняет, криплет выполняет какой-то бизнес-логику, что-то там, и возвращается в блокчейн, что бы там произошло? Ну, смотрите, вот, здесь то же самое, только это распределенность системы, вместо облака. Но вопрос из чего, смотрите, вот мы решили с вами создать блокчейн, нас двор, там присоединяется Маша. Мы Маше должны отдать блокчейн, ну, раз у нас как бы распределенный, она должна тоже такой, мы должны, потом Ветя, потом Света, потом еще. Возвращаемся к моему вопросу. Я подаю квартиру, договор у меня, договор у покупателей, у нотариуса. Если мы делаем блокчейн, это получается, что он будет у всех нотариусов города Москвы, у всех нотариусов России, у всех нотариусов мира. А теперь мы понимаем, что вы красот, говорит, нотариусы, а давайте вы теперь будете все это записывать у меня. Так это речь, что не мы красотчем, у нас вообще нет, вообще делаем блокчейн, в эту ноту можете снять где угодно. Нет, я просто пытаюсь понять для себя, то есть я правильно понял, мой простой. Четыре работы на Windows или на Windows, берем до стихи секунду. Эта нота находится у вас, как у юристов, у меня, у Маши, у Петя. То есть получается фактически, вот если мы сейчас идем, вот у нас сейчас, на каждом нотариусе храним договор, ну то есть вот я подаю, у меня, у меня, у покупателей, у нотариуса. Либо он хранит, он либо хранит ногу, либо у него из доступа. Получается, все нотариусы у нас выхранят. Если не хотят, то как бы такая возможность. Не обязательно можно хранить там договор получения на карту. Может, так хорошо, просто. Но это может иметь доступ к этой системе. А кто тогда подтвердит, что это так? И дальше стоит вопрос. Вот смотрите, да, как принести. Вот я участник блокчейна, и вы участник блокчейна, да? Вот я говорю, что я вам продал 5, а вы говорите, что я вам продал 2. И мы начинаем спорить. И мы спорим на ракут, пока не выясняется, что у вас есть в Путине. Давайте сделаем вот что. Я просто знаю, что идет речь, мы с вами, наверное, это обсудим. То, о чем вы говорите, это зашито в блокчейн. То, о чем вы говорите. Я думаю, мы сделаем просто отдельно разговор, я вам расскажу, что то, что мы заменяем доверие на шифрование, это то, о чем вы говорите. Давайте предположим гипотетически, что система сделает так, что это всегда будет происходить, и не будет вот этого недопонимания, о чем вы говорили. И это зашито в функционал, сам протокол, о котором, я думаю, Саша сейчас более подробно расскажет. Коллеги, еще вопросы? Все. Спасибо. 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 Спасибо.